Здесь в то время Донецкая Республика. И у Ленина договоренность с ними, что части Красной Армии проходили беспрепятственно. А здесь в Солонцах жил казак один, Дрынкин, и он все время хотел в атаманы избраться, а его никак не избирали. А тут смутные времена, и вот он пробился в атаманы, и он местных казачков собирает, ну и ориентирует за то, что давайте типа собираться. Сейчас Красные придут, тут нас будут грабить, насиловать наших женщин. Вот, ну и подбил сотню другую казаков на это дело. И они выступили навстречу подразделениям Красной Армии. Красноармейцев было там гораздо больше, тем не менее они сдались. Сложили оружие и сдались. Там порядка 600 человек, 600-700 человек. Одно подразделение, это 5-й замужский полк, он не сложил оружие, а ушел на Болчары. Вот, а эти казаки пленили и повели. И начали рубить, как бы, у каждой станицы, через которую проходили, вот где-то порядка 600 человек они порубили, и последнюю сотню сдали немцам Миллерово. Вот, ну и надо понимать, что через год, когда сюда пришла Красная Армия, в том числе 5-й замужский полк, какую они, как бы, ненависть впитали к местным казакам. Мы проводим поисковые полевые работы в рамках межрегиональной вахты памяти «Казачья слава Дона». Работы эти крайне необычны. Мы впервые за последние 10 лет работаем по событиям Рожданской войны, а конкретнее по тем событиям, которые происходили в марте 1919 года, вспыхнуло восстание казаков против советской власти. Сейчас мы находимся непосредственно недалеко от хутора Солонцовский, Верхнедонского района, в месте, называемое Песчаной Буруны. Во время этих событий здесь было расстреляно несколько десятков казаков. Давай, посмотри. Что-то есть. Грудной отдел. Вот эта вот голова. Здесь вот сейчас что-то было. Аккуратненько. Дай кисточку. Позвоночник. Вот что-то есть. Это кончик пули. Пули разорваны в грудном отделе. Человек просто расстрелян и об кости раздробило пулю сам. Так вот. Такая смерть. Здесь предметы найдены с останками. Вот несколько нательных пуговичек. Пуговицы с кителя здесь. И очень много встречается на останках фрагментов пуль. Вот здесь мы можем предположить, что это был образок, который время стерло. Осталась лишь основа от него. Вот такие вот. До настоящего времени мы не знаем, кто это. Условно белые или красные казаки. Вот. Потому что расстреливали их. В тот момент уже ни знаков различия не было. Ни медальонов, естественно, никаких. Ну, и по сути, они были в исподнем белье. Белье. Слушай, оно было не на пятерках тут. О, не на пятерках тут, наверное. А на пятерках тут. Угу. 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 В настоящий момент мы подняли останки уже 62 человек, и в данный момент уже идут работы по эксгумации еще не менее 10 человек. Одновременно всех мы их не можем поднять в силу того, что песок осыпается, и зачистку приходится проводить очень аккуратно, чтобы успеть зафиксировать, пока песок не высох и не рассыпался. Продолжение следует... Песчаные буруны, бархаяны, имеют свойство под воздействием ветра, осадков, изменять свою структуру. В прошлом году здесь оголились останки несколько человек. Местные охотники сообщили в сельское поселение, в администрацию уже администрация через органов военного комиссариата обратилась к нашему поисковому отряду для проведения работ по подъему эксгумации останков. Ну, как позже выяснилось, эти останки на период гражданской войны относятся. Ну, фрагментарно мы находим пуговицы, вот, то есть несколько человек, по какой-то причине у них, значит, гимнастерки были на теле, в отличие от большинства. Ну, на затылочной части можно увидеть рубленные следы, предположительно от ударов шашкой по голове. Три характерных линии просвергиваются, но можно предположить, чтобы добивали раненых, это рубили, чтобы не тратить патроны. В поисковых работах Принимают участие и ребята из разных регионов нашей страны, это и Крым, Мордовия, Ханты-Мансийский округ, ну, и, естественно, конечно, наш регион Ростовский представлен сразу несколькими городами. Это, в первую очередь, Волгодонск, Таганрог, Ростов-на-Дону, ну, и другие районы нашей области. Для молодежи это, во-первых, прикоснуться непосредственно к истории. То есть, одно дело, когда они в учебниках это видят, и даже фильмы не дают представления о тех страшных событиях, которые здесь происходили. Когда они видят рубленые зарубы на костях, они понимают, как погиб этот человек, какой страшной, мучительной боль его смерть была, сопровождалась. То есть, это очень страшно видеть тех, кто расстрелян. Да, он может так стучать. Да, просто оттопание здесь поможет. Ну, эти поисковые работы по событиям гражданской войны, они, конечно, очень важны. То есть, мы, работая с останками расстрелянных здесь, не делим их там на белых, на красных. Мы понимаем, что это, что с той, что с другой стороны люди сражались за наше будущее. То есть, все они хотели лучшего для своих потомков. Поэтому, в любом случае, для нас они герои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok